Друзья, всем привет! Как обычно из Имха-студии. Сегодня решили приготовить очень вкусный рецепт. Давным-давно собирались приготовить, просто не особо я люблю с тестом возиться. Вы все это знаете, рецепт будет состоять из теста. Это будет узбекская кухня, узбекское блюдо, называется ханун. Для тех, кто не знает, это, грубо говоря, мясной рулет, завернутый в тесто. Сейчас все увидите. Давайте быстренько пробежимся по ингредиентам и начнем готовить. Будет готовиться пресное тесто. Тесто будет состоять из муки, воды и соли. Все. Мука, вода, соль. Также для соуса нам потребуется потом сметана, чеснок и укроп. И для фарша нам потребуется тыква. Если не найдете тыкву, можно заменить картошкой. На самом деле делают разные начинки, поэтому не надо придираться в комментариях, что не надо было туда тыкву добавлять, не надо было морковь. Начинки все делают по-разному, у каждого свой рецепт. Мясо. Мы выбрали говядину. Чаще всего используется баранина с курдюком. У нас это говядина и говяжий жир. Обязательно выбирайте жирное мясо. Также можно заменить куриным фаршем, свиным. В общем, все на ваш вкус. Три луковицы, пару морковин, тыква, соль, перец. Вроде бы все перечислил. Ну и, конечно же, руки. Начнем с того, что приготовим тесто. Тесто будем готовить из расчета 1 кг муки. На 1 кг муки нам потребуется 400 мл воды. Возможно, посмотрим, какое тесто будет по консистенции. Возможно, немножко, от 50 до 100 г воды придется добавить. Первое, что делаем, это в холодной воде, в обычной кипяченой, растворяем 1 чайную ложку соли. Ну или 1,5 жмени. Это кому как нравится. И размешиваем. То есть на 1 кг муки идет 1 чайная ложка соли. И, кстати, чуть не забыл. Минутка пиара. Магазин МХэдшок, в котором можно приобрести настоящие чугунные казаны, узбекские, афганские казаны, печки под казаны, настоящие японские ножи, шумовки, половники, поварешки. Заходите по ссылочке внизу в описании. Говорите, что вы от МХ видео и получите приятный бонус. Так что все посылочки, что-нибудь покупайте и готовьте, как мы на даче, дома, на природе. Шампура, в общем, ассортимент только растет, поэтому всех ждем в нашем магазине. Все, растворяем. Точнее, уже растворили. Чайную ложку соли идет у нас на тесто. Высыпаем в тестомес. Кто делает руками, руками, ну, тестомес это прям находка, скажем так. Если бы не тестомес, возможно, с этим блюдом я бы даже не стал бы связываться, честно говоря. Высыпаем килограмм муки. Это, скорее всего, у нас получится на две арамы. Ну, арамы, арамы, арамы путаю. Кто называет ханум, кто называет арамы. Это напишите, кстати, как правильно, поэтому чуть перепутал на ханум. В общем, насыпали килограмм муки, вливаем сюда 400 миллилитров соленой воды. И включаем тестомес. Пока что на самую маленькую скорость. Сейчас будем смотреть. Нам надо замесить тугое тесто, примерно как на манты, на пельмени, ну, что-то в этом роде. Пускай замешивается, по воде будем смотреть. Пока замешивается тесто, мы подготовим ингредиенты. Для этого я сейчас мелким кубиком порублю лук. Сразу будем подготавливать форму, в которой будем вымешивать фарш. То есть берется луковица, делаются надрезы. И вот так вот, мелким кубиком. Лук в этом блюде и тыква придадут сочность блюду. Поэтому, ну, у кого не будет тыквы, лука можно даже больше добавлять. Вот таким кубиком перерезаем весь лук. Ну, вот пока начал резать лук, видно, что тесто плохо вымешивается. Поэтому добавляем 50 мл. Ну, возможно, потом еще 50. Но хотя, я думаю, что вот 50 как раз-таки хватит. Сейчас включим и понаблюдаем еще пару минут. Друзья, оказывается, 50 грамм-то решают. Кто понял, о чем я. 50 грамм воды, тесто вымесилось. Мы его сейчас убираем в пакет. Либо в какую-то пленку, можно в пищевую завернуть. Получилось тугое тесто. Дадим ему... Сейчас сделаем колобок. Очень тугое. Дадим ему отдохнуть минут 15-20. Ну, в общем, то время, за которое мы сделаем фарш, подготовим. Просто уберем его в сторонку. А потом еще вымесим в течение 5 минут. Закрываем, чтобы туда воздух не попадал. Чтобы оно у нас не сохло. И... У нас тепло в гараже. Пускай здесь лежит, отдыхает. Все, это оставляем здесь. Лук я уже порезал. Посмотрел, так прикинул. Две морковины, скорее всего, будет много на наше количество фарша. Поэтому пока что перетираем на крупной терке одну морковь. Сейчас посмотрим, когда перетрем, сколько получится. Ну, будем вторую добавлять или не будем. Это вот так. Достаточно одной моркови. 100%. Далее добавляем сюда тыкву. Количество тыквы примерно такое же, как вот эта морковина, но можно чуть больше. Поэтому режем. Убираем семена. Сейчас, ну, уже за кадром я ее зачищу и так же перетрем сюда, в наш фарш. Очистил тыкву от кожуры и так же натираем. На самом деле, все это можно пропустить через крупную мясорубку. Но говорят, что когда вот так вот режешь или на крупной терке, что сочнее получается. Поэтому мы решили немножко заморочиться, скажем так. Класс. Все овощные ингредиенты для фарша у нас подготовлены. Теперь мы займемся мясом и жиром. Для начала разрежем все на небольшие куски в произвольном порядке. Жир примерно используем, ну, мы, наверное, процентов 20 от мяса. На самом деле можно, ну, треть. Это уж кому нравится. Ну, и мясо у нас, в принципе, такое, как сказать, ну, с жирком, с прослойечками. Поэтому сейчас вырезаем косточку. Здесь небольшая кость, лопатка, если я не ошибаюсь. Говяжья лопатка. Обрезаем вот эту косточку. С кормем животным. И мясо, ну, нарезаем точно так же, небольшими кусками. Примерно, как и говяжий жир. Разделили мясо на две части. Часть мяса оставили здесь. Мясо с говяжьим жиром оставили на доске, так как доска не очень большая. Специально сегодня под это дело купили доску, потому что деревянную рубить жалко. По пластику, ничего страшного. Ну, и работаем топориками. Жалко, второго нету, а то это, там, ритм, знаете, отбивают топориками на одном канале. И начинаем делать рубленое мясо. Кстати, сейчас надо уже здесь некоторые вещи убрать, это у нас все посыпется. Потом вот так вот в одну кучу и продолжаем. Ну, это займет, я думаю, одну партию перерубать так минут 5-7. Показываем все как есть, куда же без лайфхаков. Начали рубить мясо. Вот здесь такая вот пластиковая тема, пластмассовая. Сейчас вытащили отсюда, ну, крупные такие попались вот эти пластмассинки. Переложим фарш пока что в пакет или в какую-то емкость. И сейчас сделаем лайфхак. Снимем вот этот весь пластик и продолжим рубить. Просто сейчас поддену. А может так сначала надо было сделать, я не знаю. Ну, конечно, она не предназначена, скорее всего, доска для того, чтобы на ней рубили. Ну, да, заводская тема. В общем, удаляем вот этот пластик и продолжаем рубить фарш. Проверяем теперь доску на прочность. Ну, чтобы сама доска вроде ничего. Теперь вроде все нормально, поэтому возвращаем фарш. И продолжаем работу. Это буквально за... Кстати, вижу маленькую эту пластмасску опять. Это буквально до такого состояния за минуту, наверное, работы. Поэтому 5 минут более чем достаточно. Продолжаем. Потом просто вот так двигается опять в кучу. И по новой. Вот такой консистенции получается фарш. Еще минутку, и первая партия готова. Ну, вот и вторая партия. Мясо у нас перерублено. Кстати, заметил, мы вообще впервые делаем рубленое мясо. Консистенция совершенно отличается от того мяса, которое перекрутить на мясорубке. Прям, хоть даже на крупной, все равно результат не такой. Это какое-то более липкое. Можно будет как-нибудь сделать, не знаю, люля какие-нибудь. Но это прям надо будет заморочиться. И мне кажется, что оно прям вообще спадать не будет, если бы я сделать. То есть, ну, более плотное, что я не знаю, как это объяснить. Ну и все, все ингредиенты для фарша у нас подготовлены. Теперь добавим черный перец по вкусу. Здесь, смотрите сами, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому я бы вот так вот пол чайной ложки приблизительно. И соль. Соли сюда добавим одну тридцать седьмую жменья. Хорошо посолим. И теперь все тщательно перемешаем, чтобы соединить все ингредиенты. Тыква, лук, морковь, мясо, все перемешивается. Кстати, очень много получилось. Посмотрим, посмотрим там, как тесто раскатаем, какого размера у нас будет ханум. Все делается на глаз, прям в точных пропорции, что там, не знаю, 350 грамм мяса, 150 грамм тыквы и так далее у нас нету. Поэтому все вот так вот. Останется немного фарша, так останется, ничего страшного. Ну и с тестом так же. Все, фарш у нас полностью готов. Теперь тесто полежало как раз-таки минут 10, а может быть и 15. И оно стало такое более тянущее. Я думаю, что все идет по плану. Но самое главное здесь не ошибиться с тестом. Тесто еще 5 минут вымесим, расставим. А за это время разберемся на столе. 5 минут пускай вымешивается. Уберемся на столе и потом уже включим. Прошло 5 минут. Как раз-таки убрали все со стола. Тесто еще подмешалось. Воду мешалось. Вытаскиваем тесто. Ну, как по мне, я, конечно, не профессионал по тесту. Но консистенция получилась такая, как надо. Формируем такую, не знаю, колбаску. Колбаску, не колбаску. Режем на две части. С одной сейчас будем работать, будем ее раскатывать. А вторую пока что уберем в пакет, чтобы она у нас не заветривалась. Так, присыпаем поверхность, на которой будем работать, мукой. Немножко пока что. По потребности будем добавлять муки, если как тесто будет забирать. Так, формируем пока что такой колобок. Сначала руками немножко сверху тоже припыляем мукой. И теперь скалку также припылим, чтобы ничего не прилипало. Почуть-почуть будем раскатывать тесто. Примерно, образно говоря, в круг, в прямоугольник. Тут не суть, важно. Самое главное делать не спеша и равномерно. Постоянно прокручивая и припыляя мукой. Раскатали тесто. Не знаю, как назвать эту фигуру. Не суть, как получилось. Теперь смазываем рукой подсолнечным маслом тесто, но не смазываем его края, потому что мы будем там залепливать. То есть до краев чуть-чуть не доходим. Все тесто смазываем подсолнечным маслом. Теперь раскладываем начинку. Начинку распределяем по всему, по всему объему, не доходя до краев, ну там, 5 сантиметров, допустим, спичечный коробок. И вот так распределяем по всему тесту начинку. Рукой это делать, мне удобнее рукой, кто-то может ложкой. Рукой вроде более равномерно получается. Разложили начинку. Не знаю, наверное, много получилось. Но мы любим пожирнее, помяснее. Кстати, у нас осталось еще ровно на 1 ханум, поэтому сейчас делаем первую, вторую уже показывать не будем. И теперь плотным-плотным рулетиком постепенно все это дело сворачиваем. Так же равномерно. У нас, кстати, даже идеально вышел само тесто по форме. Вот здесь в краях ничего нету. Эти края мы как раз защипнем, чтобы как можно больше сока у нас осталось внутри. Так что, в принципе, я это не задумывал. Вот сейчас только, да. Уже сформировал, понял, что, в принципе, это даже очень хорошо. Так, вот свернули. Все целиком. И вот эти края, они у нас пустые. Просто защипываем, чтобы отсюда, еще раз повторюсь, не вытекал сок. Ну и здесь можно вот так до начинки. Потом их даже можно не есть, там обрезать. Все. Один ханум или одна ханум у нас готова. Сейчас делаем со второй то же самое. Ну и покажем, как будем готовить. Сейчас пока что делаем вторую. Готовить сегодня ханум мы будем в казане. Уже поставили воду, вода закипела. Вторую, кстати, за кадром также слепили. Вот это чуть поменьше. Это вот первая была чуть побольше. И теперь аккуратненько ее немножко уже прилипать начинается. Складываем на решетку. Сейчас здесь у нас все укладываем на решетку. Можно даже немножко пошире сделать, чтобы она не слепалась. Вот так вот, чтобы между ней было немножко расстояние. Все, и идем ставим в казан на 40 минут под крышку. Сейчас все покажем на пару. Будем готовить. Вода бурлит. Сейчас аккуратненько. Вот так вот, налили воды. Где-то сантиметра два не хватает. Накрываем крышкой. Ждем 40 минут. Через 40 минут дегустация. Все покажем, разрежем, попробуем. Ну и вторую потом уже без видео доготовим. Таким же способом. Ну и так, пока готовится наше блюдо, мы быстренько приготовим сметанный соус. Сметана чесночная. Она очень хорошо подходит к мясу, к пельменям, к мантам, ко многим блюдам. Много раз готовили. Для этого используется сметана. 10 или 15 процентов. Не слишком жирная. Ну, чтобы такая она была. Не слишком густая, скажем. Банку сметаны будем использовать. Также мелко порубим укроп. И выдавим сюда. Ну, можно выдавить, можно порубить. Мы выдавим через чеснокодавку. 5 зубчиков чеснока. Чеснока можно добавлять по вкусу. Либо больше, либо меньше. Это кто как любит. Ну и как раз таки у нас соус получается там минут 40-30 настоится. И уже все вместе будем подавать. Сметана, мелко укроп. Кстати, забыл, можно добавить немножко черного перца свежемолотого. Укроп отправляем к сметане. 5 зубцов чеснока. Теперь все это тщательно-тщательно перемешиваем. Чеснок отдаст свой аромат как раз таки за это время сметане. Ну и укроп так же. И будет очень вкусный, насыщенный сметанный соус. К этому блюду, к нашему, он подойдет очень даже достойно. Даже не знаю, какой соус сюда подойдет больше, чем этот. Скорее всего, никакой. Друзья, прошло 45 минут. Посмотрите, какая у нас здесь красота. Она так это объемная стала. Самое главное, ну я надеюсь, 45 минут. Она внутри должна по-любому готова. Сейчас, аккуратненько надо снять очень горячо. И дать немножко остыть, чтобы снять ее потом с решетки. Идем пока кладем на поднос. Так, кстати, пока она горячая, сверху сейчас покажу. Сливочное масло надо, смажем сливочным маслом. Пока горячая, сверху вот так вот смазываем. Видно, сливочным маслом все. Сдобним как бы. И как раз сейчас немножко остынет. Снимем. И уже будем резать и пробовать. Тщательно, тщательно. Вот так, чтобы она расплавилась. Ну, аромат обалденный. Получился такой большой мясной пирог на пару. Немножко подостыло масло. Не знаю, как ее снять. Боюсь, если сейчас просто переворачивать, она развалится. Скорее всего, сейчас все порвется. Может быть, и порвется, да. Сейчас попробуем вот такой лайфхак. Вот так. Просто она вот так въелась в тесто, но вот, кстати, ничего не прилипло. Раз. И теперь. Следующий лайфхак. До вас. Ну, как-то так. Все. Хотя, в принципе, нам этот внешний вид особо и не нужен. Просто показать, как это получилось. Ну, и теперь для этого нам пчак подойдет. Потому что, ну, его не жалко. Режем на куски. И показываем, что внутри сейчас. Ну, это я так. В общем. Куски можно резать любого размера. Какой вам нравится. Вот так это выглядит внутри. Опа. И сейчас будем пробовать. Думаю, что все полностью приготовилось. Потому что, в принципе, мясо было порублено, овощи так же. И сейчас еще немножко остынет по тарелкам и со сметанным соусом. Я думаю, это залетит на ура. Всем приятного аппетита. Сейчас включимся. Ну, что, друзья. Блюдо наше немного подостыло. Теперь вот так вот соусом. И обязательно пробуем. По тесту, по фаршу. Сейчас все вам скажу. Фарш по виду полностью готов. С соусом и с тестом гораздо сочнее, чем просто фарш. Не знаю, почему. Вроде все правильно сделали. Но мясо немножко, вот именно сало мяса немножко суховато. Возможно, мало жира добавили из-за этого. Ну, а так, в принципе, очень вкусно, очень съедобно. Готовьте так же. Ставьте лайк. Кто приготовит, пишите, как у вас получилось. В принципе, респект этому блюду. Необычно вкусно. Похоже на манты, на пельмени, что-то в этом роде. Поэтому всем приятного аппетита. Все ссылочки внизу в описании. Всем пока.